Мне кажется, это видео надо назвать просто, как раскрыть в себе внутреннего китайца и открыть домашний китайский заводик. Судя по тучке, мне нужно передислоцироваться. Всем привет! Меня зовут Дарья Зуева. Рад приветствовать вас здесь на своем канале. И в сегодняшнем видео я бы хотела с вами поболтать на тему, которая является неотъемлемой частью жизни любого крафтера, творческого человека. В принципе, любого человека, у которого жизнь хоть чуть-чуть да связана с творчеством, с чем-то, с генерацией идей. В общем, я бы хотела поболтать о вдохновении, о том, как оно у меня вообще появляется, что я делаю для того, чтобы оно не исчезало. В общем, и не работать по графику, которая бывает очень часто у творческих людей, когда все хорошо, все плохо, все хорошо, все плохо, я делаю хрень и все прочее, прочее. Я бы назвала это тренировкой, точно такой же, как когда вы тренируете какой-то навык, неважно, это навык творческого, творчество, спортивный навык. Ну, то есть, я говорю о том, что вы развиваете в себе какую-то черту, и постепенно она начинает работать на вас. Здесь то же самое. Я из тех людей, для которых образование творческое является очень важной частью. То есть, я за то, чтобы обучаться перед тем, как заниматься каким-то дизайном, просто неважно, каким-то таким направлением, где нужно работать мозгами, ну, потом и руками. Может быть, кто-то просто мозгами работает и генерирует идеи, и продает как эскизы, но неважно. Я за образование, потому что лично мне оно дало колоссальный толчок, оно дало колоссальный опыт. Но, когда я пришла в институт на первый курс, я понимала, что, в общем-то, я не совсем осознаю, как работает вот этот механизм, что человек придумывает, и как это вообще. Ну, то есть, вот, глядя на себя со стороны, я пыталась понять, какие шестерёнки должны сложиться, чтобы человек создал какую-то идею, чтобы она начала работать. И я сейчас говорю конкретно про дизайн. И вот, институт мне очень сильно помог развить свою фантазию и найти именно тот поток вдохновения, который работает беспрерывно. То есть, из-за того, что вы в течение, ну, я в течение шести лет постоянно, мне нужно было выдавать на гора максимум своих возможностей, максимум просто постоянно выкладываться, это уже перерастает в привычку придумывать постоянно, и мне кажется, что это, наверное, ну, совершенно нормально. В первую очередь, когда вы начинаете чем-то заниматься, и вам кажется, что вот у вас что-то не получается, у вас нет вдохновения, я знаю, что некоторым людям для того, чтобы выдать на гора какую-то идею, им нужно посидеть, сосредоточиться, им нужна определённая обстановка, не знаю, свечи, музыка, ну, так, грубо говоря. У меня такого, например, нет, но все мы очень разные, поэтому я сейчас рассказываю конкретно про себя. Изначально, когда мы начинали делать какие-то эскизы в институте, нам давали несложные задания на тему, вот у вас есть какая-то биоморфная, ну, просто биоморф какой-то, да, и с него вы должны взять какую-то форму и переработать её в костюм. Ну, то есть, понятно, что я училась на дизайнера по костюму, то есть, все, в общем-то, наши какие-то навыки, какие-то упражнения не сводились к костюму, то есть, орнамент, сделайте из него какой-то костюм, нарисуйте линию, просто не задумываясь, какую-то каракулю, из неё вытащите костюм. И для начала меня это настолько потрясло, потому что я увидела, что из всего можно, абсолютно из всего, переработать и сделать это то, как ты это видишь. А если ты вернёшься к этой теме через пару лет, то ты увидишь, что ты вообще по-другому сделал, и это настолько здорово, меня это тогда настолько потрясло, но скажу честно, что первые полгода для меня было сложно генерировать постоянные идеи, мне как раз нужен был тот самый настрой, чтобы посидеть, подумать, что-то сделать, выдать, а потом половину из этого выкинуть. Сейчас я понимаю, что по прошествии многих-многих вот этих лет, когда я сижу и думаю, что вот было бы неплохо сделать что-то вот на такую-то тематику, безусловно, я просматриваю какие-то вдохновляющие картинки, если уж совсем туго. Безусловно, я рисую какие-то каракули, какие-то вот коллеги-малеки, не знаю, из которых я потом вытаскиваю эскиз. Но в любом случае вдохновение это тот навык, который тоже нужно развивать. То есть если вы вдруг захотели заняться творчеством, или вы уже занимаетесь творчеством, и вы понимаете, что для того, чтобы выдать новую идею, вам нужно посидеть, и вам нужно в принципе какое-то усилие, просто занимайтесь этим чаще. Ну то есть не просто от случая к случаю, когда вы понимаете, что вам нужно обновить ассортимент, что вы должны еще что-то найти новое. Постоянно рисуйте, делайте какие-то зарисовки, придумывайте, неважно, старайтесь. Из любой формы, которую вы видите на улице, не на улице, неважно, перед собой, вытаскивать из этого какую-то новую для себя форму. И вот это будет супер классно. То есть, грубо говоря, вы видите, какой пример привести, вы видите, не знаю, наушники. Попробуйте поиграться с формы наушников, и вы поймете, что пока вы трансформируете в голове вот эту форму в какую-то другую, у вас рождается совершенно иная вещь. Вот это вот самое замечательное, что есть вообще во всем творчестве, потому что когда вы потом научитесь перерабатывать свои какие-то эмоции, вытаскивать их и облекать в форму, вот это будет просто супер навык. И вы просто начнете радоваться тому, что вы можете... Это как раз есть из области, что хотел сказать художник. То есть, вы начнете научитесь вытаскивать то, что у вас внутри, и выражать это в какой-то форме. Это неважно, стихотворение, картина, музыка. Музыка, кстати, для меня вообще непостижимая вещь. Несмотря на то, что я довольно долго играла на гитаре, гитара, я по тебе скучаю, там где-то стоит моя электрогитара, я не научилась сочинять музыку вообще. То есть, какие-то стихотворения, что-то такое было в подростковом возрасте, мне нужно было как-то выражать эмоции, как-то это все облекать в какие-то четверостишни, неважно, ну то есть, страдашки, вот это вот, все это нормально. Но вот сочинять музыку, люди, я не знаю, как вы это делаете, наверное, здесь тоже зависит от того, что ты постоянно этим занимаешься, и потом в голове как-то что-то это вот пластично перемещаешь, но все равно для меня это действительно большая загадка. То есть, придумать платье для меня не проблема, придумать коллекцию украшений для меня не проблема, придумать музыку для меня это просто что, люди, вы инопланетяне, как вы это делаете, я не знаю. Что я делаю в случае, если я чувствую, что скатываюсь от все хорошо к все плохо, и вообще тлен, боль, тоска, кровь, заря и тайга, и все в таком духе. Я поняла, что вдохновение точно так же связано с некоторыми нашими психологическими состояниями, как самооценка, удовлетворенность окружающим миром, удовлетворенность с собой, насколько вы хорошо сами с собой себя чувствуете наедине, грубо говоря. Ну то есть, не в компании, когда нам всем весело, классно и прочее, а именно, когда вы наедине с собой. И вот этот момент, когда я поняла, что вот эти все факторы очень сильно зависят на, и завязаны на творчестве, я стала понимать, что если я перестаю себя сравнивать с другими, если я перестаю сравнивать какие-то свои изделия с другими мастерами, сразу отпадают проблемы. То есть, вот это вот состояние духа соперничества или чего-то еще, но периодически мешает, на мой взгляд, потому что мне лично, например, нравится думать о том, что я работаю в каком-то своем темпе, в темпе бешеного китайца, не иначе. Мне реально проще, если я работаю в своем вот этом вот режиме, не ориентируясь ни на что. Именно поэтому подготовка к ярмаркам в какой-то степени является для меня стрессовой, потому что я сразу начинаю... Во мне включается просто, не знаю, наверное, это называется внутренняя отличница, но я думаю о том, что мне нужно сделать больше, 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 круче, качественней. И я работаю... Когда я готовлюсь к ярмаркам, я работаю на таких пределах, что после я выматываюсь просто эмоционально и уже не думаю о том, что все тлен, все плохо, или я сделала плохо, или я сделала хорошо. Мне хочется просто зарыться куда-нибудь под одеялки с печеньками и сидеть там до следующей ярмарки, наверное, не знаю. Но, во всяком случае, около недели я точно эмоционально отхожу. И такое же состояние у меня всегда было после показа в институтах, после развесок. Ну, то есть, когда нужно было вытянуть и выложить всю себя, чтобы люди подошли, посмотрели, поковыряли и сказали, вот это мне нравится, это мне не нравится, это ты, пожалуйста, выкини, больше никогда нам не показывай. Вот. Что я хочу сказать? Вдохновение — это не какой-то мистический процесс, который приходит, не приходит, вот это вот понятие муза мне, в принципе, непонятно. В общем, если вы находите в окружающем мире какой-то отклик и пытаетесь в голове хотя бы, если... Ну, кому-то в голове удобнее, кому-то на бумаге... В голове удобнее, хорошо сказала. Кому-то на бумаге удобнее выражать какие-то свои мысли. И вот, когда вы начнёте делать это постоянно, у вас просто станет это привычкой. Потому что я, например, не представляю свою жизнь без каких-то образов и ассоциаций. И даже когда я слушаю музыку... Музыка, кстати, тоже играет очень большую роль. Когда я слушаю музыку, и во мне рождаются постоянно какие-то образы. Ну, то есть, я даже не смогу вам описать словами, они не имеют какое-то лицо или какую-то вот оболочку, которую можно было бы назвать... В любом случае, в голове я чувствую, как какие-то движения идут, и в какой-то момент они складываются в какой-то образ. И я уже вижу, что вот, вот оно, то, что я хотела выразить. Я, наверное, опять долго, намного-намного наболтала. Я очень надеюсь, что я вам не наскучила. И, кстати, хотела вас спросить, интересно ли вам будет послушать о моей учёбе в институте и поподробнее, и, в принципе, про институт, каково это учиться на дизайнера. Пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях, потому что на эту тему, о том, чтобы снять это видео, я думаю, достаточно давно, наверное, около месяца, но всё никак у меня не дойдут руки. Так что, в принципе, если вы будете за, то следующее видео я сделаю именно таким, и, может быть, кому-то, кто сейчас уже сдаёт экзамены. Хотя, конечно, мне нужно было, да, снять это видео пораньше, потому что сейчас как раз выпускные, и решают, уже решили, кто куда поступает, но, может быть, кому-то я в этом смысле облегчу задачу. Вот. В общем, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, что вам нравится формат болталок, и я искренне надеюсь, что вдохновение скоро будет вас само преследовать, настигать, и вам захочется творить нон-стоп так же, как и мне. И, может быть, вы нашли какой-то внутренний отклик к каким-то моим словам. И, в общем, если вам понравилось, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик, потому что иначе YouTube не будет вам говорить о том, что у меня вышло видео, а я тут ещё не обязательный блогер, вот две недели перерыва, да, да. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи, всем пока, и до встречи в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok